Святой праведный Фёдор Ушаков Саноксарского монастыря преподобным Фёдором Саноксарским. С детства Фёдор отличался замечательным мужеством. Будучи ещё подростком, он ходил охотиться на медведя и способностью даже во время смертельной опасности не терять самообладание. Но в обычных обстоятельствах Фёдор был скромен и кроток. В возрасте 16 лет он поступил учиться в Санкт-Петербургский морской кадетский корпус, по окончании которого стал мичманом на Балтийском флоте, а затем был переведён на юг, в Азовскую флотилию. Хотя создателем всего российского военного флота по праву считается император Пётр I, Черноморский военный флот был создан только при императрице Екатерине II. Для строительства флота был основан город Херсон, куда и прибыл капитан 2-го ранга Фёдор Ушаков. В это время в Херсоне началась эпидемия чумы, страшной, очень заразной и часто смертельной болезнь. Обычно заболевших отправляли в госпиталь, но госпиталь был так переполнен больными, что лечить их было почти невозможно, и это была верная смерть. Фёдор Ушаков стал бороться с эпидемией по-другому. Всю свою команду он разделил на артели, у каждой имелась отдельная палатка из камыша. На большом расстоянии от всех палаток была устроена больничная палатка. Если в артели кто-то заболевал, его немедленно переводили в больничную палатку, а старую вместе со всеми вещами сжигали. Общение между артелями было строго запрещено. В результате такой разумной заботы Фёдора Фёдоровича, подчинённых, эпидемия в его команде окончилась на 4 месяца раньше, чем в других, и людей умерло сравнительно мало. За это Фёдор Ушаков был награждён орденом Святого Владимира IV степени. Когда Крым был присоединён к России, Екатерина II издала указ о строительстве большой крепости и военного поселения. Так начал строиться Севастополь, куда прибыл на корабле Святой Павел капитан первого ранга Фёдор Ушаков. Усилиями адмирала и на его средства были построены госпиталя, казармы, дороги, колодцы и рынки. Была им перестроена и увеличена церковь святителей Николая. В 1787 году началась война с Турцией, и первая победа над турецким флотом была держана возле острова Федониси, где Фёдор Ушаков руководил авангардом Севастопольской эскадры под командованием контр-адмирала Марка Ивановича Войновича. Это была прежде всего духовная победа русского флота, в которой христианское самоотвержение исполнилось силой воинское искусство. В 1791 году русско-турецкая война завершилась блистательной победой Ушакова у мыса Калиакрии. Турецкий султан призвал на помощь флот из африканских владений, прославившийся под предводительством алжирца Сейт-Али. Тот хвастливо обещал, что виновника недавних поражений Турции, контр-адмирала Ушакова, приведет в Константинополь в цепях. Предстояло сражение генеральное. 31 июля у мыса Калиакрия Ушаков обнаружил турецкий флот, стоявший в линию под прикрытием береговых батарей. Неожиданность появления русских кораблей посеяла панику у турок. Ушаков принял изумительное по находчивости решение и повел свой флот между турецкими кораблями и беспрестанно палящей береговой батареей, отрезая корабли от берега. Бой разгорелся с потрясающей силой. Боевая линия турок была разбита. Их корабли были настолько стеснены, что били друг в друга, укрываясь один за другого. Ушаков атаковал флагманский корабль Сейт-Али. Первым же ядром с русского корабля на Алжирском вдребезге разнесло форс Тиньгу, который был ранен Сейт-Али. Русские корабли, окружив противника, буквально засыпали его ядрами. «Великий, твоего флота больше нет», — доложили турецкому султану. Тот был настолько ошеломлен увиденным зрелищем, что немедленно поспешил заключить мир с Россией. Турки стали очень бояться Федора Ушакова и прозвали его «Ушак-паша». За блестящие успехи в сражениях против турецкого флота Федор Ушаков получил чин контр-адмирала и был назначен командующим Черноморским флотом. В 1796 году российским императором стал Павел I. За несколько лет до этого во Франции произошла ужасная революция, в ходе которой была казнена королевская семья, глубоко подорвана основа религиозной жизни народа, разрушено большое количество храмов и погублены многие тысячи невинных людей. А в результате во главе Франции стал император Наполеон Бонапарт, который вознамерился покорить себе весь мир. Им были захвачены некоторые европейские страны, а в Средиземном море многие острова, и Бонапарт уже нацеливался на Черное море. Против французов Россия вела военные действия совместно с Турцией. Командующим их воссоединенными военно-морскими силами был назначен вице-адмирал Ушаков. Воспитанный им в духе христианского благочестия, российские моряки прославились среди всех народов, с которыми им приходилось общаться, своей добротой и порядочностью. Жители всегда встречали их с радостью и оказывали российским морякам искреннее содействие. В 1798 году российско-турецкий флот освободил от французов Ионические острова вдоль побережья Греции, но остался невзятым один остров Корфу, крепость которого считалась неприступной. Но российские моряки под командованием Ушакова после недолгой осады и однодневного штурма взяли Корфу. Поразительно, что в этом ужасном сражении потери русских оказались всего 38 человек, тогда как французы потеряли 3000 человек, не считая пленных. Узнав об этой победе, великий русский полководец Суворов, а он действовал против французов на суше, воскликнул «Ура русскому флоту! Я теперь говорю сам себе! Зачем мне был я при Корфу хотя бы мичманом?» За взятие Корфу Федор Федорович Ушаков был произведен в адмиралы. После этого российский флот под командованием адмирала Ушакова совершил еще много славных подвигов и одержал много побед. В 40 больших и малых морских сражениях принял участие святой воин Федор и ни в одном не потерпел поражения, даже не погибло ни одного судна и не попал в плен ни один матрос, о чем свидетельствовал он сам в письме государю Александру I в 1804 году. Вскоре адмирал Ушаков был переведен Черноморского флота и назначен главным командиром Балтийского грибного флота. В это время он особенно много занимался благотворительностью, помогая всем нуждающимся, которые обращались к нему за помощью. 19 декабря 1806 года адмирал Ушаков подал прошение об отставке. Устроив необходимые дела в Санкт-Петербурге, он уехал из столицы и поселился в деревне Алексеевке близ Санаксарского Рождества Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Федор. Несомненно, что молитвенное их общение никогда не прерывалось. В Санаксарский монастырь ездил святой воин Федор для молитвы во все воскресные и праздничные дни, а временами и жил в монастыре по целым неделям. По кончине же своей, 14 октября 1817 года, он был погребен в этой обители рядом со своим дядей, преподобным Федором Санаксарским. В декабре 2000 года патриарх московский Сеаруси Алексий II благословил прославить адмирала российского флота Федора Ушакова в лике праведных местно чтимых святых Саранской епархии. Накануне празднования третьей годовщины его прославления был обнаружен прижизненный портрет святого адмирала, находившийся в Темниковском музее имени Федора Ушакова. Этот портрет неизвестного происхождения достался после революции как экспроприированная вещь Александре Порфирьевне Васильевой, которая в 1947 году, познакомившись с работой Герасимова, признала сходство и подарила портрет музею. 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви определил причислить праведную Федора Ушакова к лику общецерковных святых. 6 августа 2006 года патриархом Алексием Сонном Архиереев в Саранске был освящен первый в мире храм, посвященный святому моряку, кафедральный собор, ставший самым большим православным храмом в Мордовии. Субтитры создавал DimaTorzok Христово Субтитры создавал DimaTorzok